Сегодня за чистотой и порядком в школе следят технички, моют полы в коридорах и убирают кабинеты. Но так было не всегда. Лидия Коробкова работает в 19-й школе около 10 лет и хорошо помнит времена, когда ученики сами брали в руки ведро и тряпку. Ведь раньше было введено, что ребенок трудился в школе как-то. Это очень было хорошо. И классы поддерживались в чистоте, и школа. И им стыдно было бумажку бросить на пол. Сейчас они могут эти яблоки разбросать. Идея нового министра образования России вернуть уборку кабинетов в обязанности учеников понравилась и педагогам. Современные подростки совсем не приучены к труду. В этом зачастую виноваты родители, чрезмерно опекающие своих чад от ежедневных обязанностей по хозяйству и любого физического труда, считают учителя. Школа может компенсировать этот пробел. Идеи, конечно, хорошие. И нужно детей приобщать к труду. Я сама училась в этой школе, в школе номер 19. И мы всегда с младших классов дежурили. Всегда были ответственными за свой кабинет, за порядок в кабинете. У нас всегда в порядке была доска, парты. Все было чисто хорошо. Мы берегли школьное имущество. Что не скажешь о сегодняшних детях. Потому что многие дети, такое впечатление, первый раз в школе видят веник. Школьники вытирают классную доску. С удовольствием это делают особенно малыши. А после обеда в столовой каждый без напоминания убирает за собой грязную посуду. Как признаются сами ребята, они готовы дежурить и в классе. Мы не против дежурства. Мы можем убирать классы, ходить на субботники и участвовать в различных трудовых акциях. По крайней мере труд никому еще вреда не принес. И поэтому я считаю, что если ты будешь развиваться не только умственно, но и в трудовом плане, то ты станешь только лучше. Я считаю, что даже это каждой девочке очень будет полезно. Так как в будущем она будет уже мамой. Нужно облагораживать свой дом. И для школы это тоже. Школа будет чище, лучше выглядеть. И каждый будет знать, что это не так просто убраться. И они прежде чем намусорить, они подумают, что потом им самим придется убрать все. За трудовое воспитание школьников выступают и мамы, и папы. По закону об образовании наводить порядок в классах школьники могут и сегодня, но только по письменному согласию родителей. Двое детей учатся в школе. Один в восьмом классе, второй во втором. Все равно дисциплина должна присутствовать. В будущем пригодится. Многие родители из своей практики просто знают, что даже жалуются. Они не могут своих детей научить дома что-либо убираться. А тут хоть в школе научат. Раз мы любим на школу и так все сваливать. Дети в принципе отвыкают вообще что-то делать в наше время. Компьютеры и прочее, прочее. И данная заинтересованность даже моя, как мама, чтобы дети привыкали к труду, за собой убирать и так далее. Это опять-таки чистота, залог здоровья. Да, я поддерживаю. Только чтобы труд соответствовал возрасту. То есть, чтобы маленькие не мыли полы и не таскали швабры, ведра и так далее. Они должны приучаться к труду. Пока внесение изменений в закон только в проекте. Но эта идея уже получила широкое одобрение общественности. Педагоги, родители, чиновники уверены, труд пойдет детям только на пользу. Небольшая, но ответственная работа воскресенье.